6 июня 2016 года в доме по улице Алтайской 2 дробь 1 прогремел взрыв. В Оренбурге губернатор вводит режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на то, что пострадали только верхние этажи в районе третьего подъезда, людей эвакуируют. Елена вспоминает, домой их не пускали двое суток. Квартира взрывной волной задета не была. Но когда семья вернулась, обнаружили последствия взрыва и у себя. Внешний блок сплетсистемы серьезно поврежден. Что здесь было, я не могу сказать. Но после того, как дерево росло, как его срубили дерево, было видно, что кондиционер в исправном состоянии. А потом уже от него почти ничего не осталось. Может быть, там было повреждено и при взрыве. Этого же никто не знает. Но что-то они пускали, мы не видели. В такой же ситуации оказались еще две семьи, но им ущерб повозместили. Щукиных проигнорировали. И это при том, что Елена с обращением не затягивала. Везде сплошные отписки, что мы все знаем. Но извините, вы уже поздно к нам обратились. Я говорю, простите, как поздно это было. Дом взорвался в июне, в начале. Мы уже в середине написали в администрацию письмо. У Елены уже целый архив бумаг с самыми разнообразными отписками. Есть даже ответ, в котором указывается, что экспертиза была проведена. Тем не менее, женщина утверждает, что никакой проверки не было. В заключении стоит дата 27 июня. И это при том, что в другом ответе указывается, что только 28 июня семья Щукиных была включена в список семей, которым должны провести экспертизу. Сейчас этим вопросом занялись в аппарате уполномоченного по правам человека. Мы жалобу приняли, обращение со всеми приложенными материалами приняли к работе, в работу. Я не называю сейчас фамилии этих руководителей. Мы постараемся как-то найти решение проблемы. Мы запросим информацию, запросим пояснения, в чем дело, почему уходят от решения конкретно. Вопрос, насколько еще затянется эта история, пока остается открытым. Анатолий Чадов утверждает, решить проблему можно и за две недели, а может и месяца не хватит. Но в любом случае дело будет доведено до конца. И лето 2017 года семья вполне возможно уже встретит с новой сплит-системой. Татьяна Кирдина, Роман Боричев, Новости дня.